Всем привет! Сегодня готовим такой простой, быстрый, но очень вкусный ужин. Если вам интересно, как можно приготовить тыкву, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и сейчас приступим. Итак, вот взяла я тыкву. Она у меня с морозильника, поэтому немножко мягковатая. Но если уже у вас свежая, то это вообще даже круто. Берем чесночок. Порезали тыкву. Сейчас я ее буквально 2-3 минуты в кипящую воду бросаю. Сюда же отправляем также картошку, точно так же порезанную кубиками. И буквально 2-3 минуты в кипящей воде подержим. И, кстати, водичку лучше посолить. Параллельно здесь я пережариваю немножко луковицу и сейчас добавлю сюда фарш. Можно же, конечно, обойтись без фарша. То есть просто пережарить луковицу и потом ее запекать с тыквой. Но я сделаю с фаршем для сына и для мужа. Это все пережариваем до почти такой готовности фарша. Итак, 2 минутки прошло. Еще буквально минуту и буду сцеживать воду. Итак, фарш наш готов. Берем вот такие 2 посудки, в которые можно выпекать в духовке. И первым слоем выкладываем наш фарш. Это же может быть большая посуда, если у вас нет маленьких. То есть такая керамика, с которой можно выпекать. В общем, форма, в которой вы можете запекать какие-то блюда в духовке. Итак, у меня получилось 3 такие тарелочки. Сейчас я буду выкладывать на их поверхность просто тыкву с картошкой, которые уже немножко отварены в воде. Можно не отваривать, но тогда длительность выпекания в духовке будет больше. Дольше, поэтому я решила ускорить процесс. И в общем, я смеюсь, сейчас мой вот там на балконе всем кричит. Сейчас мы будем высаживать с ним клубничку. Поэтому да, надо быстренько закончить с рецептом. И пока не потемнело, бежать садить. Значит, сейчас кладем второй слой. Это картошка с... Вот так мелко порезала чеснок. И сейчас смешаю с нашей тыквой. Сейчас можно взять немножко сметаны. И самую малость, например, полить сметанкой. У меня это, конечно же, йогурт, а не сметана. Несладкий обычный йогурт. Можно этого не делать. И немножко сейчас на терке натру. С сыром. Так. Смешали тыкву с чесноком. Тыква немножко отварена с картошкой в соленой воде. Не забывайте об этом. Также не сказала вам о том, что когда пережаривали фарш с луком, тоже его немножко посолили, поперчили. В общем, можно добавить острый перец. Как вам нравится. Все. Это практически готово. Сейчас натираем сыр. И ставим в духовку до запекания сыра. Потому что практически все продукты... То есть фарш уже практически пережарен. Тот же самый... Та же самая тыква и картофель, они уже тоже почти готовы. Поэтому времени уйдет немного. Итак, две получились с сыром. Одна без. Хочу попробовать без. Возможно, Павлик будет есть ее. А сыром не захочет. Поэтому, чтобы не рисковать. В общем, отправляем духовку на 170-180, а может быть и 200 градусов. Смотрите по своей духовке. До такой золотистой корочки. Ну, минут может 10. В общем, будем смотреть. И сейчас еще один такой рецептик в голову мне пришел. Осталась тыква. Немножко. Творог. В общем, здесь у меня смешанная тыква. Творог. Все на глаз. Поэтому вам не показывала в деталях. Изюм. Сухофрукты, если есть какие-то другие. Сейчас добавлю еще сухофруктов. Так, что еще? Сахар по вкусу. И пару ложек йогурта, чтобы оно было такой консистенции, не сухой. То есть йогурт, либо сметана. Вот это все так. Сахар по вкусу, как я говорила. Сейчас еще посмотрим сухофрукты, орешки. Все, что есть, в общем, можно сюда. Так, добавила еще орешки и другие сухофрукты, инжир и прочее. В общем, была смесь. У меня немножко еще добавлю йогурта. Все размешиваю. И точно так же все раскладываю по формочкам, в которых можно запекать. И в духовку на 180 градусов до приготовления тыквы. Будем проверять вилочкой на мягкость. Вот что получилось. Сейчас в духовку и запекаю. Так, смотрите, что получилось. Пахнет просто безумно вкусно. Из-за того, что чеснок здесь есть, реально он дает такой аромат потрясающий, что просто невозможно. Так что, да, надеюсь, что это будет вкусно. Будем пробовать, когда приедет муж. Он еще пока не вернулся, поэтому, ребята, немножко подождем. А десерт тем временем еще запекается. Еще будем ждать. Итак, еще что хочу сказать. По желанию, вы можете украсить зеленью, петрушкой, например, либо зеленым луком. Опс, так, я не смотрю, куда. В общем, девочки, я уже попробовала немножко. Это сказка. Ммм, мм, 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 мм. Боже, как вкусно. Очень вкусно. Реально. Кто хочет без мяса, можете делать без мяса. Можете делать без сыра. Можно делать такое, просто только тыкву запекать, да, например, с кабачком. Либо, в общем, любые диетические продукты, которые, если вы хотите вдруг худеть, либо не то, чтобы худеть, ну, как-то ПП, типа и все дела. Ммм, мм, мм. Все возможно. Но это очень вкусно. Вот в данном варианте потрясающе. Ммм, мм, мм, мм. Смотрите, там такая водичка. Это просто супер. Так что, ребята, обязательно готовьте, не сомневайтесь, потрясающе вкусно и очень быстро. И, в принципе, достаточно просто. Так что, надеюсь, на ваши пальчики вверх. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я стараюсь отвечать. И обязательно, обязательно готовьте. Мне очень понравилось, это просто нечто. Так что, все. Ждем десерта, и там дальше будем прощаться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»